МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Сегодня выпуски. О справедливости, исторической правде и достоверности новостей. Севастопольским школьникам рассказывают, как отличить фейк от правды. Оказалось, что везде небезопасно. Семья из Донбасса рассказала, с чем пришлось столкнуться за последние 8 лет. По рассказам Антона Павловича Чехова, в театре имени Лавренева Черноморского флота РФ премьера спектакля «Тайна моей любви». Севастополь понес первые потери в ходе специальной военной операции на Украине. В субботу 5 марта в последний путь проводили нашего воина Данила Васильевича Романицу. В 2018 году после срочной службы решил связать свою судьбу с армией и призвался на контрактную службу в 127-ю бригаду разведки в Севастополе. В июле 2021 года был назначен на должность командира орудия гаубичного артиллерийского взвода войсковой части 87-714. Артиллерист, младший сержант, надежный помощник командира взвода, неоднократно поощряемый командованием. В ходе боестолкновений 24 февраля Данил Романица проявил высочайший героизм и мужество, но от полученных ранений скончался. Награжден орденом мужества, посмертно. Ему было 28 лет. Память о Даниле Романица будет увековечена на Аллее славы в Севастополе, в воинских частях Министерства обороны РФ, в том числе в 8-м артиллерийском полку. Сенатор Екатерина Алтабаева считает, что севастопольцы, как никто, понимают решения, которые были приняты президентом, потому что пережили 2014 год. Об этом она рассказала в своем выступлении на заседании Совета Федерации, одобрившем спецоперацию на Донбассе. Совет Федерации в этот же день принял решение о поддержке обращения президента Российской Федерации к Федеральному собранию, к Совету Федерации. И мы поддержали решение о возможности использования войск Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Я голосовала за это решение, делала это совершенно сознательно, так же, как и мои коллеги. Непростое решение о применении силы для защиты жителей Донбасса от геноцида, а границ России от расширяющейся коричневой угрозы, должно быть поддержано настоящими патриотами, считает Екатерина Алтабаева. Мы же понимаем, что в единстве силы. И если мы в тяжелейший момент не поддерживаем руководство своей страны и тех ребят, которые защищают нас, фактически всех, всех россиян, то фактически это государственное преступление, с моей точки зрения. Это и безнравственно, и противозаконно. Сенатор отметила, что последние шаги Запада по отношению к российским ученым, спортсменам, студентам демонстрируют бесчеловечную и лицемерную натуру европейских государств, руководимых кукловодами США. Минобороны опубликовали кадры боевого применения вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине. Экипажи вертолетов, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также ведет авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации и уничтожает бронетехнику. 5 марта народная акция «Патриотические автопробеги по городам и регионам страны» продолжилась в Севастополе и населенных пунктах Крыма. Участники автопробега подчеркивают, это целиком и полностью народная инициатива. Мы знаем, что автопробеги проходят в городе Севастополе в поддержку политики президента в интересах народов России. Я думаю, люди сейчас у нас, севастопольцы и крымчане, как в 2014 году активные очень люди, и они будут реагировать, сами как-то придумывать какие-то мероприятия в поддержку, креативить. Наши бойцы там, которые находятся и выполняют свой воинский долг, должны знать, что тыл у них прикрыт. В субботу автопробег в Севастополе начался на вертолетной площадке возле Сапун-горы. Водители выстраивали из машин символ «З», значит «За победу». В Симферополе участники акции возложили цветы к вечному огню, после чего более 60 машин выстроились в колонну для участия в автопробеге. Возле села Зуя в Крыму автомобили выстраивались в две буквы «За» в поддержку президента Владимира Путина. По информации организаторов, в субботнем флэш-мобе приняли участие более 500 автомобилей, украшенные буквами «В», «З» и триколорами. К массовому автопробегу присоединились жители Евпатории, Феодосии, села Батальное Ленинского района, Красноперекопска, поселков и городов Южного берега Крыма. О справедливости, исторической правде и достоверности новостей. Урок на такую тему прошел в Севастопольской школе номер 54. Как выявлять фейки в обилии информации? На этот злободневный вопрос ответила детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская. Урок правды прошел для учеников 10-х и 11-х классов. С началом проведения специальной операции на Украине в интернете и различных средствах массовой информации стали появляться ложные новости. Фейки. Некоторые источники распространяют недостоверные сведения по ошибке в погоне за лидерством в подаче новостей, а некоторые специально выкладывают фейки в сеть. Если взрослая аудитория, обладающая критическим мышлением, может ставить под сомнение те или иные факты и выявлять недостоверную информацию, то дети больше всего подвержены влиянию фейков. Поэтому сейчас задача родителей – научить детей фильтровать новости, считает уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская. Взрослому очень сложно справиться с таким новостным потоком, а детям тем более. Чуткая детская психика, она очень уловима к такого рода тревожным новостям. Задача родителей прежде всего ограждать детей от той информации, которая льётся потоком в интернет-пространстве. Именно сейчас то время, когда родители обязаны следить за детьми, понимать, чем они заняты, где они находятся. И если дети задают вопросы родителям, обязательно надо с ними разговаривать. На уроке школьникам объясняют, что в каждой стране дети должны жить в мире, что люди всех национальностей имеют равные права и обязанности. Марина Песчанская уверена, взрослым нужно выстраивать диалог с детьми, объяснять происходящее в последние годы в нашей и соседней стране и необходимость проведения спецоперации. Я, как равны другие взрослые, должны их научить разбираться в достоверной информации и не в достоверной. Понимать, какая ответственность прежде всего предусмотрена за распространение недостоверной информации. Что такое честь и достоинство? Имеют ли дети одного государства какие-то приоритеты перед детьми другого государства? Потому что с точки зрения уполномоченного дети все имеют право на мирную жизнь. Урок проходит в формате беседы. Старшеклассники приводят свои варианты определения слова «фейк» и предполагают, зачем некоторым СМИ и блогерам распространять неправдивую информацию, а также как отличать правду от лжи. Фейк — это неправильная информация, которая распространяется намеренно для того, чтобы люди, например, боялись или считали совершенно неверно. Фейки я могу отличать, если я наверняка знаю информацию с двух сторон. Чтобы отличить фейк от правды, нужно перепроверять информацию в разных источниках. Много фейковой информации, особенно в социальных сетях. Я думаю, люди укладывают это умышленно, чтобы распространить панику среди народа. На самом деле, да, я проверяю информацию в разных источниках, чтобы убедиться и удостовериться в правильности информации. Также осветуюсь с друзьями и родителями, чтобы узнать правду. Главный вывод урока — следить за новостями о ходе проведения специальной операции на Украине нужно только в официальных источниках информации. Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, Севинформбюро. В Севастополе не проводится срочный сбор крови. В пресс-службе городского правительства опровергили информацию о дефиците, которую последние несколько дней активно распространяют в мессенджерах в соцсетях. По данным Центра крови, запасы крови и ее компонентов имеются в достаточном количестве. Учреждение здравоохранения работает в штатном режиме. На официальном сайте Центра крови есть наглядное отражение по запасам. Капли и их наполненность показывают наличие по каждой группе крови. Где не стреляют и тихо. Более 600 жителей Донецкой и Луганской народных республик приехали в Севастополь. Они бегут от бомбежек и провокаций националистов. Они вынуждены покидать свою родину и ехать в неизвестность. Съемочная группа нашего телеканала встретилась с семьей из Донецка и узнала, с чем приходилось сталкиваться жителям Донбасса в последние 8 лет. Елена Пальчак с двумя детьми и матерью приехала в Севастополь 25 февраля. С собой взяли только самые необходимые вещи и кошку. Семье повезло, они разместились у родственников. Елена с родными эвакуировалась из Донецка 23 февраля на автобусе. Сотрудники МЧС Донецкой народной республики и российские волонтёры помогали беженцам перейти границу и добраться до Таганрога. А дальше семья самостоятельно приехала в Севастополь. Решение покинуть родину удалось Елене нелегко. Нервно. Мы столкнулись со страхом. Собственно, почему сейчас и пришлось уехать. Потому что в 2014 году у меня в апреле только родился младший ребёнок. То есть он был новорожденный. Второму было три года. Мы жили в трёх километрах аэропорта бывшего уже, к сожалению, Донецкого. И до последнего мы думали, что ничего страшного не может быть, потому что этого быть не может. аж пока оно не настало. И потом мы просто перебрались в более безопасный район города Донецка. Но сейчас оказалось, что везде небезопасно. Елена Пальчак признаётся, спонтанно покидать свой дом не планировала. Хотелось подготовиться материально. Мы понимаем, что никто нас нигде не ждёт. Прямо так по большому счёту. И да, начинать всё с нуля это тяжело. Хотелось как-то это сделать спланированно, подготовить хотя бы какую-то финансовую подушку безопасности. Но, увы, в донецких реалиях с нашими зарплатами никакой подушки не идёт речь. Большинство хватает только, чтобы жить, а многим просто выживать даже. С началом новой жизни в условиях постоянного страха Елене пришлось освоить специальность фрилансера, чтобы в любую минуту иметь возможность работать. Младший сын Тихон и вовсе пока не знает, что такое жизнь без обстрелов. Ему скоро исполнится 8 лет. День рождения вероятнее всего семье придётся отмечать не дома. Но дети рады, что наконец-то на улице не слышен грохот от разрывов снарядов. Это когда мама тебе сказала, что нужно будет уезжать, там нужно вещи собирать, да? Какие были твои мысли? Ну, печально, но одновременно и весело, что мы будем в безопасности. А что для тебя в безопасности? Ну, где не стреляют и тихо. Мы уже устали как бы за эти годы. Вначале, да, всё время у всех были собраны эти тревожные чемоданчики, чтобы куда-то бежать, но на самом деле мало оборудованных мест для укрытия, поэтому в основном у всех есть какие-то непосредственно в доме безопасные места там с несущими стенами вдали от окон, где все моменты страха укрываются. Бегать небезопасно на самом деле. Но мне казалось, что с маленькими и с новорожденными сложнее, не сложнее, когда дети уже боятся и перенимают этот страх от взрослых, они же ориентируются на нас. Семья беженцев надеется, как можно скорее вернуться домой, в тихий Донецк, освобожденный от угрозы войны и новых разрушений. Конечно, узнав, что нас Россия признает, мы очень обрадовались, мы вроде ждали этого момента, ну вот видите, чего развернулось дальше. Я, конечно, мечтаю опять вернуться в Донецк, как только там освободят, там же сейчас идут страшные бои. В Горловку очень стреляют, я смотрю. И Донецк тоже, там столько разрушений, столько людей гибнет, ранены. Ну, это больно, это печально. Хочется, чтобы это поскорее кончилось. Маргарита Борисенко, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Военнослужащие и сотрудники Главного управления Росгвардии по республике Крым и Севастополю собрали партию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Акцию организовали в рамках общероссийского проекта взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций «Мы вместе». Личный состав территориального отделения Росгвардии собрал около трех тонн вещей первой необходимости, продуктов питания, детского питания, одежды и игрушек. Мы считаем, что в сложную минуту никто не должен оставаться в одиночестве. Обязанность каждого гражданина нашей страны помогать ближним. Вся собранная гуманитарная помощь передана в специальные пункты сбора в Севастополе, Симферополе и Керчи. Сотрудники МЧС Крыма участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Работники чрезвычайного ведомства собрали вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, длительного хранения и воду. В сборе участвовали все сотрудники подведомственных министерств организации. Крымспас, пожарная охрана республики Крым, учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики Крым, Крымский центр территориального страхового фонда документации, безопасный регион, а также волонтеры Россоюзспас. Данная помощь как сотрудники, так и работники чрезвычайного ведомства оказали содействие большое, собрали и установленным порядком будет направлен на централизованный склад для последующей доставки пострадавшим гражданам Украины. Целились побольше собрать необходимых вещей для детей, это и памперсы, и пеленки, такие вещи, детские вещи, ну а также теплые вещи для взрослого населения. Социальные акции «Своих не бросаем» пройдет в нашем городе 6 марта. Волонтеры штаба «Мы вместе Севастополь», представители российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, молодой гвардии «Единой России», волонтеры-медики призывают севастопольцев объединиться в помощи беженцам и жителям Донецкой и Луганской народных республик. 6 марта с 13.00 до 6.00 вечера площади Нахимова пройдет сбор гуманитарной помощи. Нужны следующие вещи. Вода, средства личной гигиены, крупы, памперсы, детское питание, одеяло, подушки, постельное белье, продукты долгого хранения. Запрет на полеты в аэропорт Симферополь продлен до 14 марта. Соответствующее объявление опубликовано на официальном портале воздушной гавани Крыма. Работу 11 аэропортов юга и центра России, в том числе в Симферополе, ограничили 24 февраля из-за начала военной специальной операции на Украине. Изначально запрет действовал до 2 марта, потом его продлили до 8 числа. Для обеспечения транспортной доступности Крыма автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» начала перевозки по единому билету на автобусах и поездах. Также увеличили число курсирующих составов. Севастопольцы не боятся ухода крупных брендов с российского рынка и санкций против нашей страны. Своим мнением о происходящей ситуации люди поделились в эфире нашего телеканала. Напомним, в связи с ограничениями из-за ситуации на Украине и санкций десятки западных компаний объявили о приостановке своей деятельности в России. Речь идет о логистике, кинопоказах, продажах цифровой техники, одежды, работе интернет-магазинов и не только. Хватит! Мы обрадуемся! Промышленность станет с колен! Экономика будет до небес! Справились в 20-м веке, справимся в 21-м, все будет замечательно. Да. Я не сомневаюсь ни на секунду. Я поддерживаю нашего Владимира Владимировича искренне, совершенно. Потому что мы в России живем, и нас еще никто не победил. И не победит никогда. И уж тем более точно не экономическими санкциями. И коричневой жизой в виде кока-колы тоже нас не победить. Вся Россия как Крым будет жить. Нам хватит того, что у нас расстроили? Хватит. Будет что, война не вечная. Пройдет все, все будет хорошо. Конечно, переживем. Вы конкретно боитесь этого или нет? Нет. А нужно ли России населению бояться? Я думаю, нет. На необоснованное повышение цен севастопольцам предлагают жаловаться. Через чат-бот С помощью цифрового помощника горожане могут оперативно сообщить властям о резко выросшей цене на социально значимые товары. Все сообщения о необоснованном росте цен будут проверять Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Напомним, торговые сети нашего города и местное правительство в 2020 году заключили меморандум о предельно допустимых ценах на социально значимые продукты. К ним относятся мясо, сливочное и подсолнечное масло, молоко, творог, сметана, яйца, сахар. Всего более двух десятков наименований. В Центральной городской библиотеке имени Льва Николаевича Толстого в рамках работы историка краеведческого клуба «Визир» прошла презентация книги Любови Ульяновой «Севастополь. История страны в лицах». Жанр новой работы определен как историко-детективное расследование. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Автор новой книги, кандидат исторических наук, преподаватель севастопольского филиала МГУ имени Михаила Ломоносова Любовь Ульянова обращается к известным фактам разных периодов истории Севастополя и личностям, о судьбах которых хорошо знают жители нашего города. Между тем, историк уверен, что в каждом на первый взгляд известном событии, при наиболее доскональном изучении, сделав порой совершенно неожиданные предположения, можно найти то, о чем мало кто знал раньше. Я начинала копать, и оказывалось, что то, что известно на данный момент, и то, что широко фигурирует в интернете, не имеет отношения к реальности. Книга Севастополь «История страны в лицах» представляет собой сборник статей, которые были написаны в течение нескольких лет. Действительно ли городской голова Севастополя Алексей Максимов был отстранен от должности в 1908 году по причине политической неблагонадежности? Был ли отравлен так называемой черноморской мафией командир Брига Меркурий Александр Казарский? Это лишь немногие из вопросов, на которые Любовь Ульянова пытается найти ответы в своем историко-детективном расследовании. То есть это своего рода детектив, у которого даже может быть во многих аспектах открытый ответ. То есть я описываю, какие документы я нашла, делаю предположения о том, какие еще могут быть документы и соответственно в некоторых текстах вывод открытый, то есть что можно поискать, подумать, предложить другую логическую цепочку. На презентацию книги пришли севастопольцы, проявляющие внимание к белым пятнам в истории города. Каждый из них отметил, что увидевшая свет работа представляет несомненный интерес. Очень интересно, во-первых, подан материал, читается очень легко, что всегда приятно, потому что иногда от таких книг читатель отказывается, потому что очень тяжело пробираться через большое количество дат, фактов, отсылок к историческим источникам. Здесь этого нет. Автор пишет легко с одной стороны, с другой стороны он опирается только на проверенные факты. Книга «Севастополь. История страны в лицах» выпущена петербургским издательством «Алитея». Сборник доступен на абонементе Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого. Также его можно приобрести в магазине издательского дома «Альбатрос» и через интернет. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. По рассказам Антона Павловича Чехова в театре имени Лавренева Черноморского флота Российской Федерации премьера спектакля «Тайна моей любви». Драмтеатр приглашает посетить новую постановку, которая рассказывает о самом светлом и многоградном чувстве. Московский режиссер Анна Котова представила на одной сцене несколько рассказов классика. Перед зрителями предстанет настоящий калейдоскоп встреч и расставаний. Но в этом и есть задумка автора. Показать, насколько сильными могут быть чувства человека, с какими он сталкивается противоречиями и насколько внезапно каждого может настигнуть любовь. Ироничные и драматичные, грустные и веселые, нелепые и романтичные, маленькие и большие истории любви на одной сцене. Конечно, в центре внимания оказываются главные герои он и она. Затем, как развиваются их отношения, зритель будет пристально наблюдать и ждать счастливой развязки. Режиссер спектакля «Тайна моей любви» Анна Котова намеренно соединила несколько рассказов Чехова о любви, чтобы показать разнообразие ситуаций. Жизнь без любви не имеет смысла, поэтому спектакль о любви. И мне кажется, что, знаете, мы можем жить в разное время, в разную эпоху, мы можем жить в разных предлагаемых обстоятельствах, но любовь это то, что нас объединяет, любовь – это то, что делает нас лучше. Назвала я его «Тайна моей любви», потому что взаимоотношения – это только про двоих, и там нет места другим. А мы так часто лезем с советами. Анна очень любит творчество Антона Павловича Чехова, поэтому именно его рассказы она взяла в основу спектакля. Все, что было написано драматургом десятки лет назад, актуально до сих пор. Поэтому каждый зритель в сценах спектакля найдет что-то общее с ситуациями, которые происходят в современном мире и даже, возможно, с ним самим. И я бы хотела, чтобы люди, посмотрев, сказали, пойду-ка разберусь, вот, дорогая, прости, что он мне не прав, или наоборот. Она ему сказала, слушай, прости, я тебя уже запилила. Или другой человек вышел и сказал, наконец, я верю в любовь, пойду за этой любовью. Мы качуем. Одному только в Парижу дали мне месяц. Да. А для Берлина, Неаполя, Мадрида, Петербурга и других столиц мы скупы. У меня пять рассказов. Это рассказы Антоши Чеханте, еще молодого Антона Павловича, это «Он и она», потом «Скверная история», «Загадочная натура» и «Мои жены». И один рассказ, это уже Антон Павлович писал, и как раз написал его в Ялте, что для меня очень знаково. И нам удалось с актерами съездить в Ялту, в музей, нам привели потрясающую экскурсию. Экскурсия в музей Чехова вдохновила театральную труппу, многим помогла до конца понять героев, которых актерам предстояло воплотить на сцене. Некоторые его рассказы, которые были написаны тогда, они вполне сейчас, с нашей реальностью, они вполне идут в параллель, как бы очень актуальны. Я думаю, что зритель, посмотрев этот спектакль, все-таки должен больше обратить внимание на слово «любовь», на это чувство, что как бы ни была наша жизнь сложна, какие бы ни происходили вокруг нас события, но «любовь» – это именно то слово, которое каждый человек так или иначе проносит через всю свою жизнь. И задуматься об этом, этот спектакль, мне кажется, для зрителя располагает именно, задуматься, что же такое все-таки «любовь». Погрузиться в чеховские рассказы севастопольцы и гости города могут уже на этих выходных. Премьера картины «Тайна моей любви» состоится 5 и 6 марта в Театре Черноморского флота имени Бориса Лавренева. Дарья Юхновская, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского открыта персональная выставка известной российской художницы Татьяны Годовальниковой «Мой сад». Представленная экспозиция посвящена предстоящему Международному женскому дню. Творческая биография Татьяны Годовальниковой насчитывает десятки выставок. Среди них персональные экспозиции в Государственной Думе Федерального Собрания России и в Женевском Дворце Наций. Художница родилась и выросла в Севастополе в творческой семье. В последние годы проживает в Москве. Однако родной город не забывает, возвращаясь сюда вновь и вновь за творческим вдохновением. Вот они есть потрясающее качество. Она большой любовью это все делает. И даже если на первый взгляд может показаться, что что-то не прорисовано, что-то, в общем-то, какими-то намеками, то в этом во всем есть очень много чувств. Чувств, в общем-то, очень позитивных и хороших. Открывшаяся выставка под названием «Мой сад» пронизана чувствами самыми светлыми и яркими. На всех полотнах представлены радующие взор, цветочные композиции. Что бы ни происходило вокруг, а весеннее тепло уже на пороге, вместе с праздником наших женщин. Редкая из них не любит созерцать совершенство цветочных форм и, конечно, получать цветы в подарок. Безусловно, эта выставка говорит о душе, такой жизнелюбивой, такой яркой, такой интересной душе художника, который, собственно, и представляет здесь свои работы. По убеждению автора, искусство, в том числе изобразительное, должно нести зрителям силу созидания, задачу возрождения души, поиска гармонии и приближения к основам самой жизни человека. И это особенно необходимо в наше крайне нелегкое время. Это выставка предощущения весны, предощущения лета. В эту пока что пасмурную серую погоду, хоть вроде бы уже и март, а все еще зима не отпускает. И вот предощущение весны в моих работах, в моих травах, в садах, цветах. Приходите, дышите. Персональная выставка Татьяны Годовальниковой размещена в Верхнем зрительском фойе театра имени Луначарского. Экспозиция доступна зрителям в течение всего первого весеннего месяца. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта, воскресенье в городе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. Днем от 4 до 6 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей. 7 мальчиков и 2 девочки. А на сегодня это все. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи.